Дорога в ад Городского отдела образования Рахат Шимашевый К последней претензии возникли после того, как Мурат узнал от родителей о постоянных поборах в школе У него есть телефонная запись, он не хочет эту женщину просто подставлять в порядочности Однако на деле все вышло иначе Те, что просили помощи у Мурата Телебекова, от слов своих отказались Более того, родители учеников разбились на два лагеря Часть молчит, другие рьяно защищают руководство школы номер 22 Гражданский же активист Телебеков оказался между молотом и наковальней Его обвиняют в клевете, требуют немедленно извиниться Мои претензии как члена родительского комитета, потому что я знаю, что в школе Маши 22 Именно в Доваслево школе поборов денежных не было и нет По крайней мере за 9 лет, пока там учится моя дочь Школа хочет одного официального извинения Что на самом деле происходит за закрытыми дверями учительской, знают лишь педагоги Преподаватель русского языка и литературы Елена Ахметова скрывать от прессы пересуды не намерена Учитель у нас в стране, он поставлен в такие условия, что он обязательно должен за что-то платить, делать ремонт То есть у него есть два пути, либо он собирает с родителей, уговаривает их сделать ремонт Либо он сделает это за свой счет и все На стороне Мурата Телебекова, бросившегося бороться с коррупцией в системе образования Лишь несколько единомышленников и его супруга, они и пришли в суд Сам же обвиняемый скрывается от карманного казахстанского правосудия, ибо веры в справедливость давно нет По такому незамысловатому сценарию власть обычно избавляется от своих противников Телебеков, он вообще-то открывает много недостатков системы В данном случае он открыл недостаток системы образования Вот поэтому у нас, конечно, всегда хотят сделать все шито, крыто У нас все в порядке, мы идем в 2050 год, все нормально, хорошо живем Только главное, чтобы нас власть предупреждала, в каком месте мы хорошо живем Радует, пожалуй, только то, что родители учеников 22-й школы готовы пойти на мировую Решающее слово за директором, а та в раздумьях Час Икс пробьет 4 апреля, тогда и станет известно, сумеют ли стороны договориться Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова